В Свято-Духовском центре Александра Невской лавры Санкт-Петербурга продолжает свою работу фото-выставка «Дорога к свету». С одной стороны, это некий итог работы художника Александра Красоткина за последние 15 лет. С другой стороны, попытка рассказать о своем пути к Богу. Александр объездил полмира, но все его фотоработы рассказывают о России. Они родом из детства, из Ярославской области города Рыбинска на реке Волга. Там фотограф провел первые 17 лет жизни, потом уехал в Москву. А когда вернулся, решил снять все то, что полюбил в детстве – людей, природу, храмы. То незримое присутствие Бога на земле, которое возвращает человека к духовным истокам. Эти пейзажи в Тверской и Ярославской губерниях воспевали еще Левитан и Саврасов. Именно русские художники явились таким толчком в детстве, когда, вы знаете, не было интернета, не было мобильных телефонов, были книги, были художественные альбомы, в конце концов были даже просто обертки от конфет с мишками Ивана Шишкина. То есть все это, когда проходит через тебя, и плюс ты видишь еще богатую натуру с рекой, с собором, старинными зданиями. Все это очень сильно влияет и питает детское впечатление. Вот Александр сфотографировал свою среднюю дочь в Донском монастыре. Ее радость от первой сознательной Пасхи. Эти три сестры из Ходьковского монастыря напомнили фотографу Урблевскую Троицу. На их хрупких плечах восстановление обители. И это осознанный путь. Его герои – художница Оля, гармонист, цыган, дед и баба, которые 60 лет провели в горе и в радости. И каждый из зрителей может узнать в этих лицах себя, друга, соседа. Я здесь пытаюсь слепить художественную фотографию, где бы я смог отрешиться от каких-то деталей, от места и так далее, и слепить какой-то образ. Помните, как у Левитана, у него есть над вечным покоем. Там же нет деревня такая-то и место такое-то, над вечным покоем, Владимирка, вот такие вещи. То есть ты лепишь этот, создаешь образ. Сейчас художественная фотография – это создание обобщающего образа. Неважно, где это снято. Заглавная работа выставки – «Дорога к свету». Однако у нее есть двойник. Так и не снятая фотография, которая уже 10 лет хранится как мысленный образ в памяти Александра. Это глаза молодого послушника, который поделился с Александром своей сокровенной историей прихода к Богу. Но сфотографировать себя не разрешил. Именно о таких незапечатленных моментах больше всего сожалеет фотограф. А видение красоты – это, наверное, как раз один из таких признаков, которые нам напоминают, что мы все-таки есть дети Божьи. Как раз через видение красоты проявляется у нас этот образ, подобие Божьего. Потому что Бог есть творец этого мира, и, конечно, Он творил его добрым и красивым. В работе Александру помогает его супруга Татьяна. Она его сотворец на том этапе, когда кадры уже сделаны, и надо дать жизнь лучшим из них. Она так же, как и Александр, болеет за свою родину. Посредством даже таких православных, я считаю, выставок, русский народ, он будет тянуться к этому, будет тянуться к тому, что нужно возрождать, к тому, что нужно, даже если ты не можешь материально как-то участвовать, но наши духовные мысли, наша духовная жизнь, она сподвигнет человека, или, скажем, какие-то, может, организации, и наше желание помочь восстановить эти храмы. Выставка открыта в Святодуховском центре Александра Невской лавры до 12 июля.